Итак, давай с тобой вместе разберем задание 9 по чтению. Сейчас ты увидишь текст. Мы начинаем всегда с того, что внимательно изучаем вопросы, которые нужно соотнести с абзацами. И напоминаю, что нам необходимо выделить ключевые слова и подумать, что именно, как раскроются эти вопросы в тексте. Просмотри, пожалуйста, сами вопросы. Итак, конкретно в первом вопросе для нас самое важное. Если мы хотим найти ответ на вопрос, когда, значит, мы все-таки должны найти конкретную дату, как минимум, например, год и также, возможно, число. То есть наша задача будет найти тот абзац, где есть цифры, какие-то даты, и желательно, конечно же, чтобы там было слово opened. Либо, например, мы можем заменить слово opened на выражение started the work. Либо что-то похожее. В общем, смысл должен быть в том, что двери музея открылись. Делаем себе пометки, подчеркиваем ключевые слова, в голове держим, какую именно информацию мы должны найти. В следующем вопросе важно следующее. Во-первых, выражение space-related tourist attractions. Space-related означает связанные с изучением космоса. Ну, или вообще с космосом. И дальше очень важно отметить слово near the museum. Все, что находится рядом с музеем и как-то связано с изучением, вообще с космосом. То есть мы будем искать какие-то локации, мы будем искать обязательно выражение, которое означает рядом, поблизости, недалеко. Ну, и опять же, конкретно ответ на вопрос, какие достопримечательности находятся рядом. В следующем вопросе очень важно отметить, во-первых, вопрос how often, как часто меняются экспонаты в музее. Если нам нужно знать, как часто, значит, мы все-таки будем искать, опять же, какие-то цифры, например, 3 раза, 2 раза, в год, в месяц, в десятилетия. Ну, и, возможно, будут примеры тех экспонатов, которые меняют. Количество. В следующем вопросе нам необходимо отметить, во-первых, то, что мы будем искать название конкретных экспонатов, what exhibits, и дальше очень важно выражение the early stage of space exploration, то есть начало изучения космоса. Если это начало, значит, это что-то первое. То есть мы в первую очередь будем искать слово first и слова, которые связаны с первыми этапами изучения космоса. Ну, например, мы все помним, да, что был полет Гагарина, что был запущен первый спутник, первая ракета, там, первая белка-стрелка и так далее. В пятом вопросе, конечно же, очень важно слово where, и, соответственно, мы будем искать абзац, где дано конкретное место, где находится этот музей. Как минимум, должен быть указан страна и город, как максимум, конкретное место. Ну, если мы говорим про музей космонавтики, мы все знаем, что он находится в Москве, знаем, что, ну, большинство знают, что он находится на метро ВДНХ, значит, скорее всего, мы будем искать вот конкретное место. Может быть указание, например, как туда добраться, как пройти, то есть мы будем искать виды транспорта и название, которое написано все с большой буквы. В шестом вопросе крайне важным является слово facilities, а конкретно word facilities и выражение offer to visitors. Facilities, напоминаю, это какие-то, какое-то оборудование, какие-то, какие-то аттракционы или услуги, которые предоставляет музей. И нам нужно найти конкретный ответ на вопрос, какие, то есть должны быть конкретные примеры, то, чем развлекают в музее посетителей. И в последнем вопросе нам необходимо узнать, где можно найти информацию о международных полетах. И тут очень важно слово international space flight. Ну, и, конечно же, where, да, также должно быть конкретное место названо, например, это библиотека или там какой-то зал выставки. И говоря о слове international, если мы говорим о международных полетах, значит, скорее всего, будут упомянуты страны, которые принимают участие в этих полетах. То есть мы будем также искать активно названия различных стран. Сейчас у тебя будет время, чтобы просмотреть текст. И опираясь на подсказки, о которых мы уже проговорили, постарайся соединить абзацы, подобрать ответ к вопросам. И дальше мы вместе с тобой разберем, какие ключевые слова помогли тебе это сделать. Продолжение следует... Продолжение следует...